Сестра художника вспоминала, как была написана картина. Её брат был буквально потрясён видом их сада после одного необычайно сильного дождя. В природе благоухала свежесть. Вода лежала целым слоем на листве, по полу беседки, на скамейке и сверкала, создавая необычайный живописный аккорд. А дальше за деревьями очищалось и белело небо. — Митя! Скорее по литру! — закричал Александр своему помощнику Дмитрию Родионовичу Панину. Картина, которую брат назвал «Мокрая терраса», возникла с молниеносной быстротой. Она была написана в течение трёх часов. Наша скромная садовая беседка с уголком сада получила под кистью брата поэтическое выражение. Вместе с тем картина, возникшая спонтанно, написана не случайно, живописный мотив, освежённый дождём природы, привлекал художника ещё в годы учения в училище живописи. Ему удавались мокрые предметы, крыши, дороги, трава. Александр Герасимов, быть может, сам, не догадываясь, шёл к этой картине. Долгие годы и подспудно хотел увидеть воочию то, что мы сейчас видим на полотне. В противном случае он мог просто не обратить внимания на залитую дождём терраску. В картине нет натужности, нет переписанных кусков и придуманного сюжета. Она действительно написана на одном дыхании, таком же свежем, как и дыхание зелёной листвы, омытой дождём. Образ подкупает непосредственностью. В нём видно лёгкость чувств художника, художественный эффект картины. Во многом предопределила высокая живописная техника, построенная на рефлексах. На террасу легли сочные отблески садовой зелени. На мокрую поверхность стола розоватые, голубые, тени красочные, даже многоцветные. Отражения на покрытых влагах, досках, отливают серебром. Мажорную приподнятую ноту вносят в картину контражу приём освещения сзади в упор крон деревьев, чем-то отдалённо напоминающих мерцающие витражи. В русской живописи советского периода немного найдётся произведений, где было бы так выразительно передано состояние природы. Это лучшая картина Герасимова. Художник прожил долгую жизнь, написал много полотен на разные сюжеты, за которые получил много наград и премий. Но в конце пути, оглядываясь на пройденное, считал именно это произведение самым значительным. Редактор субтитров А.Семкин